здравствуйте друзья а я продолжу разгребать свою последнюю посылочку из магазина гербест где у меня была большая куча различных гаджетов сяоми и окара все эти гаджеты предназначены для работы в экосистеме умного дома сяоми как можно догадаться по внешнему виду этой коробке это что-то квадратное и что-то окара то есть это выключатель но так как про различные выключатели и одноклавичные двухклавичные я уже рассказывал у меня даже есть обзор как монтировать в стену квадратный подрозетник этот выключатель должен содержать себе что-то новое чем я еще не рассказывал и так оно и есть это выключатель так называемой модель с нулевой линии про них я еще не рассказывал и часто меня в комментариях спрашивают а чем же отличаются выключатели с нулевой линии от тех выключателей про которые ты уже рассказывал вот в этом обзоре мы попробуем ответить на этот вопрос и разобраться до чего нужны выключатели с нулевой линии как они работают и если смысл их покупать вообще для начала рассмотрим коробку коробка стандартная до всех выключателей окара сзади у нас есть технические характеристики из которых мы можем увидеть что что выключатель предназначен для работы в сети переменного тока 250 вольт максимум 50 герц максимальная нагрузка 2500 ватт то есть 10 ампер влажность от 5 до 95 процентов и протокол zigbee то есть отвечаю на вопрос шлюз нужен всем выключателям окара нужен шлюз для того чтобы не управлять посмотрим что в коробке так инструкция бумажка мы инструкции не читаем до всего доходим своим умом выключатель сейчас я его вытащу как можно увидеть это выключатель одноклавичная его еще не распечатывал это первый раз его распечатываю вот одноклавичный выключатель окара и по внешнему виду он в общем-то ничем не отличается не по цвету у меня также спрашивают а если отличие в цвете почему на некоторых выключателях пишут white milk белый как молоко отличие в цвете нет они все белые как молоко и все белые то есть если у вас уже какие-то выключатели стоят берите они пока в одной цветовой гамме не ошибетесь вся поверхность этого выключателя представляет собой одну большую кнопку вот мы на нее нажимаем то есть не промахнемся мимо кнопки это все весь большой квадрат размерами я уже те размеры неоднократно замерял и могу замерить принципе еще раз вот пожалуйста полон у нас это ну если не зажимать сильно 86 миллиметров у нас квадрат вот такой вот длиной стороны 86 миллиметров вот этот квадрат 86 на 86 миллиметров одна большая сплошная кнопка отличие от стандартной версии начинаются сзади выключать у нас однокнопочный а контакта у нас 3 первый контакт предназначен судя по маркировке n для как раз нулевой линии дальше это line вход и l1 это line выход разрыв происходит по фазе вот эти два выключателя вернее два контакта это как раз вот коммутируемый канал линия нулевая у нас просто сюда подключается она не разрывается он бы она подключается параллельно к нагрузке в этом и заключается его основное отличие от обычных выключателей если у вас в подрозетниках нет нулевой линии вот такой выключатель использовать не сможете давайте посмотрим что у него внутри здесь на нижней стороне у него есть два индикатора и здесь же есть два таких зажим чека которая сейчас я попробую чтобы его не повредить оторвать вот как видите с этой стороны у выключателя ну форма видимо пресс-форма на заводе одна и та же она как бы может использоваться и для одного для одно клавишного выключателя и для двух тут даже вот есть если вы обратите внимание так видите вот нажимные контакты их три штуки центрально это для одноклавишной версии боковые для двухклавишной и вот что у нас здесь есть под крышкой вот эта кнопочка нажимаемая питается он от сети 220 вольт батарейка ему не нужна и здесь у нас уши мы можем их лепить либо стандартный подрозетник 86 миллиметров либо вот здесь у нас есть по углам как некоторые устанавливают не вырезают большую дырку и ставят подрозетник а просто округляю вернее выравнивают немножко существующий подрозетник чтобы влез задник выключателя а сам выключатель вот на эти углы тупо привинчивают к стене вполне себе нормальная версия не надо особенно там ничего штробить ковырять так гораздо легче его установить так как размер вот этой задней части сейчас я скажу какой 57 на 57 миллиметров и вам не надо ковырять дырку с диаметром 86 миллиметров для подрозетника так что это тоже отличный вариант для установки давайте теперь попробуем собрать кстати еще одно слово забыл сказать в комплекте к нему идут обычный такой вот комплект крепежа вот давайте теперь попробуем собрать стендик такой небольшой тестовый и попробовать его этот выключатель подключить и посмотреть что же он умеет и как он работает и так для проверки я сделал тестовый стенд вот здесь куча проводов вот я сейчас покажу сзади 0 у меня заведен просто два провода здесь оконечена фаза фазу и проверила при помощи такой вот отверточки не знаю видно или нету здесь точно разрыв фазы получается фаза в разрыве 0 параллельно подключен проверяем просто я ничего не подключал то есть выключатель если вы его просто даже тупо включите ставите в стену подключите питание к нему ничего подключать не будете только провода он у вас может работать как обычный выключатель вау круто выключатель за 25 баксов но скажем так если у вас вдруг что-то поломается система умный дом и у вас не будет программно отключена сопряжение вот этой вот кнопочки с реле он у вас будет все равно работать как обычный выключатель ну а что касается программной части сейчас мы будем ставить приложение и смотреть что же она умеет и так для подключения нашего выключателя нам нужен плагин управления шлюзом вкладочка девайс и мы добавляем новое под устройство главное выбрать правильный выключатель здесь у нас есть выключатели с разрывом фазы и с нулевой линии нам нужен вот именно вот этот с нулевой линии все теперь наша задача нажать подождать пока он три раза моргнет и отпустить ждем он что-то там перед перемаркивается и есть вот что-то он попытался не сказать что failed но в конце концов добавился есть смотрим вот наше новое устройство вот какой у него интересный получается плагин сразу видно в этом плагине что он умеет электроэнергию считать он очень похож на умную розетку вот здесь также у нас есть какая мощность в разрезе дней недели месяцев здесь у нас есть потребление средние за киловатт часов за месяц что-то обновляет шум пока ничего нет я только подключил так давайте попробуем подключить какую-нибудь нагрузку хотя бы небольшую лампочку и посмотрим как он будет корректно определять энергопотребление так попробуем его включить так запустился и ждем обновление здесь запустилась лампочка энергосберегающие здесь он пока нам ничего не рисует 0 но сейчас надеюсь он обновится через какое-то время мы пока давайте посмотрим что здесь у нас есть смарт-сцены что она может предложить этот выключатель так нужно его найти здесь он пока еще здесь не появился ночь надо какое-то время немножко сейчас давайте подождем чтобы обновились устройства вот а здесь у нас пока показывает 28 28 ватт текущее потребление что в общем-то близко к правде так как я включил 30 ватную заявленную по мощности лампочку энергосберегающую так все пока отключим есть сразу нолик и давайте посмотрим сейчас или появилась появился у нас этот выключатель списке устройств и так вот в конце самом вот видите какой у меня уже внушительный список устройств есть вот в самом конце появился выключатель теперь он уже бойко реагирует давайте попробуем создать какой-нибудь сценарий с использованием этого выключателя посмотрим может ли он служить либо условием либо действием сценария в плагине управления шлюзом в контрольной панели вот он появился его специально не переименовывал китайское название у него вот переходим во вкладочку девайс здесь запускается его плагин так smart сцена давайте все же попробуем вот он теперь добавился как инструкция есть у него ну то же самое три варианта действия первое действие этот иероглиф включить второй иероглиф выключить ну и третий понятно включить выключить как ins условия сценария он работать не может так в этом он отличается от выключателей с разрывом фазы у тех можно считывать состояние кнопок и делать на них свои сценарии по состоянию кнопок здесь можно выбрать иконку устройства которым мы будем управлять но здесь все стандартные лампочки разные сейчас она загрузится с китайского сервера вот так она все выглядит так ну что у нас здесь еще есть здесь мы можем переименовать устройство здесь вывести девайс групп какую группу его добавить добавить ярлык на рабочий стол и отзывы таймер можно задать таймер во сколько он будет включаться во сколько выключаться и с какой частотой например едино кроме однократно каждый день в рабочие дни в выходные и можно свои задать дни недели и соответственно время включения выключения так дальше hiding home девайс лист это в списке в михоме списке она будет появляться либо убираться устройство ну в общем больше ничего здесь такого нет значит принципе по сути своей это гибрид розетки окара и выключателя окара то здесь ему надо для его работы и 0 и фаза он умеет считать электроэнергию но при этом он не может работать как условия сценария и всегда нажатие на его клавишу будет вызывать включение либо выключение подключенного устройства также плюс какой есть ему не нужно чтобы у него был к нему подключен какой-то какая-то нагрузка для работы потому что если выключатель работающий на разрыве фазы ему нужно чтобы была какая-то нагрузка чтобы цепь замкнулась а здесь в общем то никакой нагрузки ему не надо то есть по сути это такой гибрид розетки и выключателя вот ну что еще сказать можно поэтому выключателю в принципе наверное все то есть мы увидели что он умеет если у вас есть smart розетка или розетка окара ну вы знаете как это будет выглядеть расчет электроэнергии и если у вас обращайте внимание при покупке если у вас подрозетники нет нулевой линии вам такой выключатель не подойдет вот если у вас выключатель находится рядом с розеткой 220 либо где-то недалеко то вы всегда сможете нулевую линию оттуда забрать только специальным всегда обязательно специальной отверткой проверьте где фаза где ноль не перепутать и это важно 0 должен идти параллельно с нагрузкой фаза должна идти в разрыв и в конце обзора хотел бы сказать о еще одном отличие выключателя с нулем от выключатели просто с разрывом фазы это то что его нет в дома тикс то время как выключатели окара дома тикс и есть вот к примеру устройство номер 23 и 24 это два здесь двух строках представлен двухклавишный выключатель окара мой самый первый системе то если посмотреть и отсортировал по и dx по самому последнему устройству вот здесь два датчика сенсора открытия дверей про которые рассказывал в обзоре про стартовый набор для умного дома сяоми там где был еще один шлюз и два датчика вот эти два датчика вот таким образом они добавляют систему они автоматически появились с ними проблем нет это датчики сяоми они нормально работают домотекс то что касается выключателя сяоми окара сяоми с нулевой линии на данный момент версия домотекса 38153 обновлена 30 июля 2017 года она его не видит то есть это устройство работает только в мехом только сценариях мехом как исполнительное устройство в действиях сценарий на этом все надеюсь обзор был интересен и дал вам интересующие вас ответы чем все же отличаются выключатели эти подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до новых встреч скоро будет еще много новых интересных обзоров против различные гаджеты и всякое такое пока пока